Здравствуйте! Вас приветствует компания МВА Финансы. Для улучшения качества Вашего обслуживания ведется запись всех разговоров. Специалист компании МВА Финансы Новикова Вера Сергеевна. Здравствуйте, Вера Сергеевна. СМС пришла. Надо два дня. Я звоню сразу. Представьтесь, как Вас зовут? Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. И дату рождения Вашу уточните? Ваше дело по агентскому договору передано к нам в компанию МВА Финансы по потребительскому кредиту в банке открытия. СМС задолженности в 609 800 рублей. И общим сроком прослышки в 649 дней. У банка есть требования на погашение всей суммы до 2 ноября. Включительно. Вот. Я ей звоню. Может, не надо приезжать ко мне? Я там что, разберусь сам. Ну, а что людям приезжать? Или в любом случае приеду? Нет, Дмитрий Евгеньевич. Вообще, СМС Вам направляли для того, чтобы Вы изначально вышли на связь? Не-не-не, там написано, приеду, да. Ну, хорошо, я же вышел, видите, все нормально. Вижу. Но смотрите, у Вас нет оплат, Дмитрий Евгеньевич. В настоящий момент нарушение графика уже больше полутора лет. В 819 статье Гражданского кодекса. У банка есть требования на погашение Вашего кредита. Вы в связи с чем не производите оплаты? Что у Вас такого случилось? Ну, всякое там по жизни. Ну, виноват, виноват. А как Вы будете рассчитываться, скажите? Вы планируете, какими суммами? Ну, блин, да надо. Я вот на премию рассчитываю. Я вообще... Ну, премия же Вам не каждый месяц, видимо, платят, чтобы не вносить ее оплату. Она нам не каждый месяц платит. Нам ее платят за результат. Ой, ну, тут у нас мы серьезный заказ сделали. Ну, это очень хорошо. А Вы в Альянс Финанс работаете директором, как и ранее? Ага. Да? Ну, да. Дмитрий Евгеньевич, но должность Ваша не менялась. Производите, точнее, получаете доход. А, чтобы она менялась, конечно, кто меня поменяет. Но Вы имеете в виду, что Ваше положение финансовое стабильное, неизменно, производите оплату Вы... Что значит, имейте в виду? Я и знаю об этом. Даже оно получается с каждым днем, с каждым месяцем. Я сейчас получаю порядка пол... Там, сейчас скажу, за последний месяц 480 тысяч получил в месяц. Зарплату? Зарплату, да. На Новый год, наверное, к миллиону приблизимся. Это только зарплата. А, тогда, Дмитрий Евгеньевич, меня, конечно, извините, но Вы не производите оплату по кредиту. А за что Вы говорите, извините меня? Да, был такой. А что тут такого? Хороший вопрос, почему не производите? Как же Вам ответить? Ну, так у Вас такие объемы доходов, а Вы не вносите по кредиту средства. Ну, разве это много? Что значит много? 400 тысяч в месяц зарплаты это мало? Ну, мне не хватает. Да? Очень интересно. Я бы платил, а это мне не хватало. Ну, тогда было... Нет, подождите, а куда... Куда Вы деньги в таком случае расходуете? Я же Вам говорю, мне зарплаты не хватает. Так, Вы уж меня извините, как Вы говорите. Мне зарплаты просто не хватает, пришлось кредит тот раз взять. Там ремонт... Дмитрий Евгеньевич, если честно, у меня складывается впечатление, что Вы меня в заблуждение вводите. У директора... Правильно, дорогая моя, правильно, наконец-то тебя пробило, дебил. Не надо. Дмитрий Евгеньевич, остановитесь. Дмитрий Евгеньевич, остановитесь. Да, что бы я остановился? Ты помнишь, как ты обрадовалась, когда начал должник вроде блеять? Ох, у тебя голос аж изменился. Ох, попалось, сейчас заработаю. Я с Вами никогда не разговаривала изначально. Да ты сегодняшний разговор... Начните воспринимать. А почему бы я воспринимал? Дмитрий Евгеньевич... Я с Вами наговорился уже. Вот эта запись тоже. Вот над ней поприкалываются. В Ютьюбе. Ох. Ты знаешь мой канал в Ютьюбе? Самый популярный антиколлекторский канал после вольного. Самый популярный. Вот ты звезден. И вы там тоже в первом... Вы в топе десятки лучших... Да я хозяин этого канала. ... должников, которые уклоняются от их исполнения обязательных. Да-да, от таких идиотов, как ты. У вас-то бояться смысла нет. Вы же идиот. Дмитрий Евгеньевич, оскорбление оставьте для своих родственников. Ого, ну это... А вы так испугались СМС-ки, чтобы к вам не ехали. Какой вы мужчина молодец. Перезвонили пооскорблять. Пуганный, да. Да потому что, ну, знаешь, единственное, я разочаровался, что баба труску взяла. Если бы мужик взял трубку, я бы минут на десять больше бы глумился. Потом бы такое ему устроил. Вы 44 года научитесь нормально разговаривать. Преживаю с Вами диалог и перезвоню позднее. Я же ваше оскорбление слушать не намерена. До свидания. Придется, ебану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова